Друзья, всем привет! В этом ролике я вам расскажу о текущей ситуации на рынке недвижимости города Сочи, так сказать, о том, о чем говорят риэлторы, о том, о чем говорят клиенты, с чем они столкнулись в последнее время. И я, на самом деле, знал об этой ситуации, что так все и сложится, вот теперь узнаете и вы. Также в этом ролике поговорим о насущных вопросах, которые интересовали всех моих клиентов. В чем гарантии ФЗ-214 по искроущитам, в чем опасность приобретения жилых помещений, чем они вообще принципиально отличаются. И отвечу на вопросы многих по коммуникации, по законности происхождения жилых помещений. Вообще по всем вопросам, которые интересовали людей касаемо статуса недвижимости и гарантии, которые вы приобретаете с заключением договора долевого участия по ФЗ-214 в новой версии по искроущитам, в чем же там гарантии есть. В общем, смотрите дальше. Ну что, всем привет, с вами Павел Морозов в Сочи, агентство недвижимости СССР. Пока вот сейчас здесь по делам мотаемся, едем в такси, решил записать для вас, так сказать, самое последнее, самое горячее. В общем, текущая ситуация на рынке недвижимости какова? Вот мне очень интересно с вами этой темой поделиться. Почему? Потому что сейчас, спустя 3-4-5 месяцев после приобретения определенных объектов недвижимости, люди, которые вложились в них, они начинают понимать, что ага, мы, оказывается, приморозили свои денежки, и теперь нам очень сложно оттуда выйти. О чем я говорю? Я говорю о тех объектах недвижимости, о которых я говорил неоднократно. Например, вот в этом ролике, у тебя ссылочка где-то здесь появится, о том, что не надо это приобретать. Или, например, вот в этом ролике, вот сейчас вот здесь тоже ссылочка вторая появится, перейдите, посмотрите, эти ролики я снимал какое-то время назад, и там я говорил своим клиентам, друзья, будьте бдительны, не ведитесь на эти провокации, на разводы. И я очень рад, что все мои клиенты, абсолютно все мои клиенты, ну или большинство, кто ко мне, по крайней мере, обращался, не покупали такие объекты недвижимости. Что происходит сейчас? Вот сейчас те студии, которые люди покупали по 450, 500, 600 тысяч рублей, якобы для инвестирования, да, для инвестирования, якобы покупайте, покупайте, а потом продадите, выгодно. Кому-то перепродадите еще. Друзья, эти люди сейчас примерзли с этой недвижкой навеки, навеки вечные. Я изначально это говорил, и сейчас они это понимают. Им риэлторы говорили, что они перепродадут их, а сейчас они не могут их перепродать. Почему же, спросите вы? Да потому что нет конечного потребителя, нет конечного покупателя на такие объекты недвижимости, на студии по цене готового дома. Нет таких покупателей. Нет. Это, эти продажи были сделаны, так сказать, на аудиторию, которую я называю, называю, как один мой лучший друг в Сочи называет это под лозунгом, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад, вот. И, собственно, эти люди верили, эти люди верили, доверяли своим риэлторам, и сейчас они не могут выйти из инвестиций. Они просят риэлтора, вы видите меня, вы говорили, спустя 3-5 месяцев мы выйдем из этой инвестиций с прибылью, там, на 300, 400, 500 тысяч, с такой прибылью, но сейчас они не могут выйти. И это случилось по двум причинам. Первая, риэлторы просто, они обманывали их, и сейчас они, конечно же, не могут их вывести, это 100% факт, потому что это был чистый блеф, и, конечно же, покупателей конечных, их просто на такую недвижимость просто нет. И второй момент, по разным причинам, второй, например, момент, это то, что застройщики не выставляют их в шахматку для перепродажи. Это второй момент. Ну и третий момент, то, что, конечно, у потребителя просто его быть не может по такой цене. Соответственно, это уже абсурдно высокая цена была на входе, но люди верили в это и под мнимыми какими-то предлогами покупали. И в итоге сейчас эти люди просто примерзли с этой недвижимостью, говорят, вы видите нас, я слышу это от клиентов, я слышу это от риэлторов, что им звонят и просят их вывезти. А вывезти, я застройщиков слышу, а вывезти их не получится. Нет, не получится, друзья. Вы уж меня извините, но, к сожалению, к сожалению, эти люди примерзли с этой недвижимостью надолго. Ну да ладно, это, как говорится, всегда найдется тот человек, на котором заработают. Просто у многих риэлторов в Сочи принцип один по жизни, безлохая жизнь плоха, я уж извиняюсь, но как бы я вот честно скажу, это реально лозунг многих риэлторов в Сочи. И вы сами, я тысячу раз об этом говорил, вы думаете, думаете, кому вы продадите это в конце за 15-20 миллионов рублей студию 22 квадрата. Это же абсурдно, согласитесь, это стоимость готового дома. Ну да ладно, это мы о грустном просто к тому, что наши клиенты всегда успешно покупают и продают, и всегда успешно зарабатывают, потому что мы работаем в честном народном сегменте. Даже если вот случись там обвал рынка и так далее, это недвижимость, с этой недвижимостью ничего не случится, потому что это и так самая дешевая недвижимость в Сочи, понимаете? Вот о чем речь. Поэтому, конечно же, она всегда будет покупаться и продаваться. Ладно, ездим дальше. Отвечу на вопросы, которые мне задавали, вот, и часто задают в последнее время. Например, пишет клиент, девушка, говорит, ну там, я выбрасываю какое-то предложение. Кстати, последнее предложение тоже уже куплено, то есть, ну, в тот же день было куплено, и пока горящих предложений больше на рынке нет. Так вот, пишет она мне после этого предложения, говорит, «Павел, здравствуйте, а это ФЗ-214?» Я говорю, нет, это не ФЗ-214, потому что, ну, на ФЗ-214 сейчас заработать практически невозможно. Там, ну, ценник уже неадекватный, высокий, перегретый с самого начала. Она говорит, ну, а как же это, ну, там же скроу-счета, там, ну, я думал, это скроу-счета, там же нет рисков никаких по скроу-счетам. Там, ну, скроу-счета, ну, да? Я говорю, поймите меня правильно. Вот вы достаточно поверхностно знаете тему ФЗ-214 с скроу-счетами, очень поверхностно. Дело в том, что, да, по закону ФЗ-214 с скроу-счетами, по скроу-счетам, они, как бы, ну, это изменение, ФЗ-214 должно нас страховать, как бы, да, от недобросовестных застройщиков. То есть, что такое скроу-счета? Это счета-посредники, то есть, банки, которые являются посредниками при сделках с недвижимостью. И вместо того, чтобы переводить деньги напрямую на счет застройщика, то есть, вы напрямую, не переводите теперь на счет застройщика, как это было раньше, он строит эти деньги, да? Вы переводите деньги на счет в банке, на счет в банке в Сберии, например, да? Открываете скроу-счет там, и эти деньги лежат там, в банке, и вы их видите, как бы, да? То есть они до завершения стройки находятся там, и застройщик не может их получить до момента окончания строительства, понимаете? Но это ладно, там были разные редакции, в итоге вот такая вот осталась. Но вы не знаете самого главного, что в Сочи на большинстве строек, которые идут по искровых счетам, друзья мои, там, к сожалению, не вся сумма проходит по искровых счетам. То есть, к примеру, приведу пример. Есть объект, который строится по искровых счетам, по ФЗ-2014, по искровых счетам, казалось бы, он должен вас страховать. И он страхует вас, все правильно, да, но не на всю сумму, нет. По искровых счетам, вот стоимость квадратного метра 400 тысяч за квадратный метр. То есть 400 тысяч за квадрат, это общая стоимость недвижимости, то есть, допустим, 30 квадратов 12 миллионов, да, с несложными подсчетами уровня второго класса математическим, мы достигаем результата, да, в этом вопросе. 12 миллионов, пожалуйста. Но по искровых счетам вы показываете только 100 тысяч с квадратного метра, то есть всего 3 миллиона страхуются, понимаете? А 9 миллионов вы передаете в конверте, в конверте, без расписок, просто в пакетике. Едете в Росрестор, он опломбируется там, да, там то и все, и вы в Росресторе после подачи документов на регистрацию вы отдаете эти денежки застройщику, и все. И никаких расписок, ничего, в случае, если что-то происходит не так, то вы получите только гарантированную сумму, которая лежит на искровых счетах, это 100 тысяч рублей за один квадратный метр. Так от чего она вас спасает эта схема по искровых счетам? От чего? А, правильно, не от чего. Все, понятно. То есть забыли про то, что ФЗ-24 более гарантированная схема, чем там договорозайм и так далее. Это равнозначно, равносильно, поэтому даже вот просто не надо спорить. Просто я вам говорю как специалист, который здесь как рыба в воде, в этом водоеме с этими акулами сочинской недвижимости, плаваю каждый день, понимаете? Поэтому я это знаю лучше, чем любой из вас. Далее, значит, о чем мы, о чем я хотел сказать. Вообще по ФЗ-24, друзья, в Сочи наибольшее количество кинутых дольщиков, наибольшее количество, несколько тысяч человек, 4 или 5 тысяч, ну, таких объектов, как Фазотрон, там, Привокзальный, Горизонт, ну и так далее, там подобных. Их можно перечислять просто, там, Курортный, Чайный и так далее. То есть Чайный это Адлер сейчас бывший. В смысле, Чайный бывший, бывший Чайный это сейчас Адлер. И, конечно, они будут достроены когда-то, но вам что, вам классно, когда вы свою недвижимость через 10 лет получите? Вы отдали деньги и 10 лет ждет недвижимость? Это даже не инвестиция, это что-то, это что-то, что-то, я не знаю, что это такое. Это не то, что вы хотите, это однозначно. Вот. Если мы говорим, ладно, про ФЗ-24 забыли, то есть, да, понимаете, нет гарантии. Ну, если у вас после этого еще есть сомнения в, как бы, вот, в таких вот, скажем так, в таких операциях с недвижимостью, ну, я не знаю, что вам нужно сказать. То есть, ну, подарите деньги просто так тогда человеку и, как бы, и будьте спокойны, что вы переживаете-то. Если вас не смущает то, что только 30%, даже меньше 30, там, 25% проходит по скорых счетам, ну, я не знаю, что вы сюда можете смущать в принципе тогда. Тогда вам просто сказать, ну, наверное, вы один из тех людей, которые, которые, наверное, лозунг, которых, да, меня обманули, но по закону ведь обманули, по закону. Я сижу, да, без недвижки, но по закону. И так вот, по словам. Психическое. Ну, ну, так, в общем, это, понимаете, да? Я к чему все это говорю, дорогие друзья? Просто не верьте всему тому, что говорят по телевизору, всему тому, что написано в законах и так далее. Вернемся к жилым помещениям. Вот многие говорят там, вот, вот самое вот распространенное, что жилое помещение – это незаконная недвижимость. Я вот у людей спрашиваю, с чего вы это взяли? Где написано в законе «жилое помещение» – это незаконно. Вот объясни себе. Получается, половина всей недвижимости в России – это незаконно, что ли? Все, что вы видите, все, что вы видите, вот где вы сами живете в жилой недвижимости. У нас в России вообще недвижка делится на два типа – жилая и нежилая. Вот вся жилая, вся жилая, это все жилые помещения То есть квартира тоже жилое помещение Это жилая недвижимость, понимаете? Просто это разновидность, скажем так, жилой недвижимости Вот, и когда мне такое говорят, я говорю С чего это взяли? С чего? Почему вы считаете, что жилое помещение? Это не законная недвижимость, объясните мне Краткий курс, краткий ликбез Как появляется жилое помещение? Есть частный дом, построенный, узаконенный, без нарушений Без нарушений отступов, этажности, высотности, площади, пятна застройки Все там, все по разрешению, все четко вообще, все четенько Это частный дом И у нас есть нормы закона, в рамках которых Мы можем частный дом разделить по жилым помещениям При определенных условиях Это разные условия, то есть, например, муж с женой разводятся Им нужно эксплуатировать помещение, независимо друг от друга Потому что они там ссори, например Или еще что-нибудь Или там, ну, как-то между родственниками надо разделить Там, брат с сестрой Или просто волеизъявление такое, да, граждане высказывают У нас есть гражданский кодекс, в рамках которого это возможно Статья 244-го гражданского кодекса, 252-я и 288-я Ну и другие есть, но это самые основные Посмотрите еще раз 244-я, 252-я и 288-я Согласно этим нормам закона Любой жилой дом может быть поделен на жилые помещения Если там эксплуатация каждого из помещений Возможно, отдельно друг от друга, да То есть, ну, логично Так вот Дом стоит на кадастре Все, он никуда не девается Он никуда не денется, потому что он без нарушений построен Все, поделили по помещениям Все От этого что, дом стал многоквартирным? Нет, конечно же нет Что, от этого дом стал незаконным То есть, был законный дом, а стал незаконным Ну, это абсурдно Вот все, кто так утверждают Это не что иное, как поверхностное мнение Тех людей, кто вообще не понимает даже Ну, не понимает, о чем они говорят Я вам говорю, как специалист Который с этим сталкивается каждый день 450 делок за 4 года, друзья Ну, это о чем-то должно вам говорить И ни одной там косячной, кривой То есть, мы всегда тысячу раз все анализируем И прежде чем заходить в проект И сами заходим в нем, да В проекты, в те же проекты, которые вам рекомендуют Поэтому, ну, понимаете, о чем я говорю, да И про жилые помещения договорю То есть, вы понимаете От этого недвижимость незаконной не становится Далее, про коммуникации теперь Вот у меня вот такой У многих вызывает этот вынос мозга Что в жилых помещениях Ну, в домах, допустим, да Которые поделены в жилые помещения Они, типа там, коммуникации очень слабые Типа на частный дом Друзья мои, послушайте меня вот внимательно Сейчас очень внимательно Мощности по коммуникациям Подведенные к домам Будь то частые или многоквартирные Это никак не связанные вещи То есть, я имею в виду, что Базовые в тех условиях Которые получают застройщики Или там, допустим, просто, ну, частые Владельцы, там, земельных участков Которые хотят построить там дом на этом участке Они, да, они отличаются Но конечные, конечные Если мы говорим, например, вот приведу пример Частный дом По закону у него есть минимальные технические условия На которые он может рассчитывать Где-то там 15 киловатт свет Там, да, 30 кубов воды, например, да Там канализация, там, или лоз, там, да Газ Это вот минимальное, на что он может рассчитывать По закону Но, друзья мои Никто не вправе запретить вам взять тех условия На 100 киловатт На 200 киловатт На один дом Никто не вправе Если вы хотите, вы просто доплачиваете и берете Вы понимаете это или нет? Мы сейчас не говорим про недобропорядочных застройщиков Которые бросают свои стройки Я даже с таким не связываюсь Поэтому, когда вы ко мне обращаетесь Вы уже априори этих отметаете, да, варианты Вы не попадете на таких Но, если мы говорим про нормальных застройщиков Даже если это жилое помещение Это никак не связано Что там нет коммуникаций или еще что-то Во многоквартирном доме Может быть на дом, допустим, 120 квартир Всего 150 киловатт Понимаете? Понимаете? То есть по 1,3 киловатта на квартиру, грубо говоря Понимаете? Соответственно, как вы считаете Это нормально или нет? А в жилом помещении может быть Своя топешка стоять и на 400 киловатт А там всего 30 квартир И у каждого будет больше 10 киловатт Понимаете? Как это работает? Сейчас более понятно Я вам объяснил или нет? Уже на пальцах объясняю, ребят Просто вы не связываете вещи Вы как бы сравниваете Красное с соленым Понимаете? Или машину сравниваете с винегретом Ну нельзя так делать, понимаете? Нельзя Вы у меня спрашиваете Я вам все расскажу Я с вами делюсь любой информацией И когда мне говорят, что жилом помещении Это незаконно Я как бы уже не спорю с такими людьми Реально не спорю Потому что мне свое время дорого Я вот десятки раз уже объяснял Что это абсолютно законная недвижимость Такая же, как частный дом Такая же, как квартира И так далее Происхождение Объяснял Что нет никаких нарушений законов Происхождения жилом помещения Если без нарушений построен Понимаете? Ну да ладно Я думаю, все вы поняли посыл этого ролика Дальше буду тоже вам рассказывать О таких нюансах Пишите вопросы свои Будем отвечать на них В рамках таких вот прямых включений С вами был Павел Морозов в Сочи Надеюсь, этот ролик был вам полезен Если он был полезен Я немного рассказал вам Такую, скажем так Обратную сторону города Сочи Про искровых счетов Про то, что может быть с вами Если вы заключите договор Долевого участия по искровых счетов То, ну, если это было Была информация вам полезна То, друзья, ну, всегда приветствуйте Всегда Ну, пожалуйста Вот, ну, отложите, пожалуйста Чашечку чая Или там Просто остановитесь Припаркуйтесь Если вы в машине смотрите Просто возьмите вот так Переверните телефон Там появится лайк или дизлайк Если вы со мной согласны Лайк Если информация вам полезна Лайк Если вы не согласны Лайк И комментарий В общем На этом все С вами был Павел Мороз в Сочи Навеки ваш Всего самого наилучшего Удачи по жизни Побольше денег Вам и вашим близким И, конечно же, здоровья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok